МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России готовится масштабная реформа системы оплаты больничных листов, очередных и декретных отпусков. Их будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатели. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Изменения вступят в силу в 2020 году. Основная цель законопроекта – обеспечить россиян гарантированными страховыми выплатами с учетом правильности исчисления их размеров. Речь идет о больничных пособиях по беременности и родам, отпусках, сверхустановленных Трудовым кодексом 28 дней и погребениях. В пресс-службе правительства сообщили, что это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. К другим новостям. Главное управление ВДР по Нижегородской области присоединяется к проекту «Российская полиция дамами гордится». Он рассказывает о женщинах на службе в органах внутренних дел, открывает серию публикаций о сотрудницах полиции старший лейтенант, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Сарова Татьяна Назарова. Она мечтала стать врачом, но, как часто бывает, жизнь внесла свои коррективы. И Татьяна Назарова пришла служить в ГИБДД. 13 лет она работала на гражданской должности. Потом перешла в другой отдел и надела офицерские погоны. Но прежде ей пришлось полгода провести в Центре первоначальной подготовки Академии МВД, где новобранцев учили стрелять и маршировать. Было сложно, потому что это такой, можно сказать, сокращенный вариант армии. Упрощенный сокращенный вариант армии. И первый месяц, я, честно скажу, плакала. Выдержав этот экзамен, Татьяна вернулась в Саров и приступила к работе в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения. И снова было сложно. Нужно было проводить мероприятия в детских садах, школах, работать с подростками, родителями. Мне дрожали коленями, мне дрожал голос. Я вообще не понимала, что я говорю. Было тяжело. Но потом все это приходит с опытом. И сейчас я прихожу к детям, я знаю, о чем с ними разговаривать, как с ними разговаривать, потому что разные возрастные категории детей. Полная самоотдача на работе и душевная чуткость стали основными качествами, за которые Татьяну Назарову ценят коллеги. Она в ответ старается выполнять в срок все поручения и проводить еще больше интересных профилактических акций. Мне нравится моя работа, я люблю детей. И мне не безразлична судьба каждого ребенка. Очень хочется, чтобы на наших улицах стало как можно меньше дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей. Я работаю, конечно, из другой категории участников дорожного движения со взрослым. Но все-таки хотела бы, чтобы дети меньше попадали в дорожно-транспортные происшествия. Несмотря на сложности работы в полиции, Татьяна не собирается оставлять службу. За пять лет она привыкла носить формы и учить детей безопасному поведению на дорогах. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. По данным регионального Роспотребнадзора, из-за аномально теплой зимы на месяц раньше положенного начали просыпаться клещи. Врачи призывают не терять время и сделать прививки. В ведомстве напомнили о необходимости вакцинации против клещевого энцефалита людей, выезжающих на эндемичные по клещевому энцефалиту территории России, а также в леса, лесопарки, на индивидуальные садово-огородные участки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более подробная информация по телефону 60581 и 60582. Также соискатели могут обращаться в 218-й кабинет здания Саровской полиции по адресу улица Советская, дом 1. В художественной галерее покажут фестивальные мультфильмы. 11 марта там стартует российская акция «Открытая премьера 2020». На протяжении четырех дней в галерее покажут 36 российских мультфильмов, после чего зрителям предложат назвать лучшую, по их мнению, картину. Итоги голосования учтут при подведении итогов 25-го открытого российского анимационного фестиваля, который пройдет Суздаля. Вход на кинопоказы свободный. Расписание можно посмотреть в официальной группе художественной галерии ВКонтакте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узнать о том, чем занимаются на предприятиях госкорпорации «Росатом» из первых уст. Традиционная встреча в рамках проекта «День учителя» на объектах атомной отрасли прошла в гимназии номер 2. О чем рассказали педагогам и школьникам города специалисты Рафиац Внеев. Расскажем далее. Проект «День учителя» на объектах атомной отрасли стартал в 2014 году. Его инициатором выступила госкорпорация «Росатом». Главная цель – дать учителям полную информацию о деятельности предприятий отрасли, их экологической политике, обеспечении безопасности, разработках в области физики, химии, математики. Эти знания педагоги передают школьникам, тем самым открывая для них двери в мир инженерно-технических профессий. Это очень полезный, хороший и важный проект, который направлен на то, чтобы отрасль была не просто сама в себе варилась, но была представлена и жителям городов присутствия, и, может быть, дальше пошла для жителей региона, страны и так далее. Изначально лекции читали только педагогам, но в 2018 году учителя выступили с предложением приглашать на них и старшеклассников. Эта инициатива быстро нашла отклик как у Федерального ядерного центра внефт, так и у будущих выпускников. И сегодня принять участие в проекте может каждый желающий школьник, которому интересны современные направления развития атомной науки. Нужно ребятам рассказывать о том, что есть вообще в мире, что есть в стране, что есть в городе, что есть в отрасли. Чем больше они узнают до окончания школы, тем будет проще, тем меньше времени потратят на перевыбор профессии. За время работы проекта ученые и ведущие специалисты РФИАЦНЕВ уже рассказали педагогам о научных открытиях в области математического моделирования, медицины, о международном сотрудничестве. В этот раз говорили о том, как устроена атомная отрасль и какие у нее перспективы. Перспективы самые радужные. Однозначно сегодня все говорят, что альтернативы атомной энергетике в мире нет. Это во-первых. А во-вторых, атомная отрасль, она ведь не измыкается только на, собственно, атомных электростанциях и ядерном оружии. Это огромное количество знаний, это огромное количество направлений, это наука, это образование и так далее. То есть огромное количество сфер деятельности, причем очень интересных, важных, нужных, которые нужно развивать. И отрасль может это делать. В своем выступлении Дмитрий Файков провел сравнительный анализ атомной промышленности в России, США и Китайской народной республике. Рассказал о тонкостях и приоритетах в каждой стране. Поэтому эта тема вызвала неподдельный интерес не только у учителей, но и у будущих выпускников. В молодежном центре наградили участников и победителей муниципального этапа областного фестиваля семейного художественного творчества. В этом году конкурс проходил по пяти номинациям. Жюри оценивало фотографии, сочинения, презентации и видеоролики, присланные участниками. Лучшие номера показали на сцене во время церемонии награждения. С каждым годом областной фестиваль семейного художественного творчества привлекает все больше участников. В 2020-м свои работы на конкурс представили около 60 человек. Воспитанники детских садов, школьники, их родители, братья и сестры. Пять номинаций – это и звуки семейных аккордов, где семьи представляли, песни военных лет, и литературно-музыкальные композиции тоже на тему войны. Это понятно, потому что год такой юбилейный. Писали сочинения про семейную реликвию. С помощью родителей ребята придумали литературные зарисовки о реликвиях, которые хранятся у них дома и бережно передаются из поколения в поколение. Каждый участник с большой любовью и гордостью рассказал о традициях, духовных ценностях, о любимых хобби и увлечениях, о предках, которыми гордится его семья. Семьи Шкретовых и Щетининых из 9-го детского сада представили музыкально-литературную композицию «Марш танкистов». В ней они рассказали о подвиге своих дедов и прадедов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. На данный момент мы считаем, что эта тема очень актуальна. Мы вспоминаем про войну для того, чтобы наши дети не знали, что такое война, чтобы они жили, наслаждались жизнью той, которая сейчас. Дочери Татьяны и Марина с энтузиазмом откликнулись на предложение родителей придумать идеи для участия в фестивале. С головой окунулись в работу, помогали готовить костюм, учили слова. Мамам удалось самое важное – донести до детей, как важно помнить о героизме тех, кто защищал свою родину. Это выступление мы специально приготовили в честь победы, чтобы порадовать, которые нас защищали танкисты. Мы о них помним. Работы победителей муниципального этапа областного фестиваля семейного художественного творчества отправят на финал в Нижний Новгород. Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Человек, который создаёт настроение на вечеринке, знает всё о новинках в мире музыки. 9 марта свой праздник отмечают диджея. Эта профессия стала символом молодёжи. Сегодня без диджея не обходится практически ни одна свадьба, юбилей, корпоратив или детский праздник. О том, кто только начинает свой путь в мире музыкальных хитов, расскажем далее. Заниматься звукооператорской работой и диджеством Денис Агашин начал ещё в детстве. Сначала молодой человек закончил музыкальную школу, а после начал осваивать эти направления во Дворце детского творчества. Знания, полученные на занятиях, молодой человек применяет в своей родной школе, помогая с подготовкой мероприятий. Звукорежиссёр в основном в правильном порядке включает на концертах песни, которые заданы в сценарии, ну и регулирование звука и света. Сложность работы звукооператором заключается в том, что, ну, заключается в сложности работы с людьми. В основном люди просто не приносят разные материалы и сами не знают, чего они хотят. В профессии диджея тоже немало сложностей, считает молодой человек. Хороший специалист со звуком должен не просто обеспечивать непрерывное музыкальное сопровождение праздника, создавая плавные переходы между треками и танцевальное настроение, а уметь грамотно подбирать композиции для любой аудитории. Это всё зависит от возраста. В детском оздоровительном лагере я лично предпринимал, я расспрашивал детей, какая музыка мне нравится, и пожелания включал их на концерте, на дискотеке. На дискотеках в основном слушают рок, рэп, брейк-данс и разную электронную музыку. По словам Дениса, диджейнку можно научиться самому. Достаточно при себе иметь компьютер и музыкальную базу. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Воспитанники студии эстрадной и народной хореографии Задоринки Дворца детского творчества выступили на конкурсе «Короли танцпола» в Нижнем Новгороде. Юные артисты стали лауреатами и дипломатами Международного фестиваля. За лучшую технику исполнения Задоринки получили специальный приз. Два конкурса – две победы. В конце февраля участники студии эстрадной и народной хореографии Задоринки Дворца детского творчества выступили на Всероссийском фестивале хореографического искусства «Балакирев Дэнс». Коллектив представил две композиции. За выступление девушкам вручили диплом лауреата первой степени. Нашими конкурентами были профессиональные колледжи искусств, заслуженные коллективы, народные коллективы России. Поэтому в этом году решили ехать малым составом, но с профессиональными постановками, которые поставлены великими мэтрами. Я была уверена и в этих постановках, и в силах своих воспитанников, что все сложится. Сразу после фестиваля коллектив Задоринки отправился на следующий уже международный конкурс «Короли танцпола». В нем приняли участие все воспитанники студии. Впервые за долгое время руководитель Анна Козловская решила показать на конкурсе своих маленьких подопечных. Юные дебютантки стали лауреатами третьей и дипломантами первой степеней. Результат у нас был хороший для первого раза. Мы будем также стараться получать первые места и ездить также на конкурсы. Мне очень понравилось, и этот конкурс нам дал очень много опыта. На конкурсе «Короли танцпола» старшая группа Задоринок заняла все ступени пьедестала почета. Особой жюри отметила танец «Черный ворон». За него коллективу вручили сертификат на 25 тысяч рублей за лучшую технику исполнения. Такие конкурсы для нас очень полезны, потому что туда приезжают заслуженные народные коллективы, и мы большую часть даже больше смотрим на них, чем сами танцуем, потому что само выступление занимает там 3-4 минуты, а остальное время мы смотрим, учимся, наслаждаемся другими танцами. Задоринки готовятся к очередному конкурсу, который пройдет 12 марта в Нижнем Новгороде. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин